добрый вечер дорогие друзья наташа алкоголик на сегодняшний день с помощью волга друзей моих товарищей группы моего наставника я трезвая и счастливая 7 дней и 11 месяцев это на самом деле ваша заслуга и бога заслуга и заслуга моего спонсора я конечно очень волнуюсь и я в принципе публично так почти никогда не выступаю разве что когда-то в школе или там во время экзамена так вот сложилось что сегодня я чувствую себя таким важным человеком что меня слушают люди и хочу поделиться своей историей то есть я буду рассказывать как говорится что увижу то и пою как докатилась и как я дошла до нашей группы и что со мной происходило в прошлом и что я чувствую сейчас вот может быть со мной детство на ее прошло на донбассе то есть я родилась в шахтерской семье семье шахтера в принципе мой отец понятное дело что очень тяжело и трудно работал и собственно работал и отдыхал я его в принципе трезво никогда не видела вот моя мать и в принципе была с папой заодно и они болели этой же болезнью что и мы все со временем я не буду окунаться в это детство потому что в принципе вспомнить было нечего я росла сорняком просто вот таким вот уличным ребенком меня никто не контролировал в кругу таких же товарищей конечно же рано я познала очень много в жизни и алкоголь тоже заканчивая школу в принципе я уже очень хорошо умела выпить это конечно не успехи такие велики но на то время мне казалось что я крутая девчонка мальчишки бандиты не были как бы при мне и я ими руководила в школе я училась не очень хорошо но девочки которые отличницы они в принципе со мной боялись связываться и давали мне списывать то есть и сейчас это смешно но на то время это конечно это да мне казалось что вот алкоголь как и я какая храбрая какая я сильно какая я крутая собственно вот так вот я по жизни и чувствовала что он мне во всем помогает также когда я уже переехала в киев и вышла замуж и в 90-е годы когда страной ну то есть советский союз развалился у нас на отдельное государство и начался хаос во всех наших республиках власть и бандиты это было одно и то же лицо то есть мамаш был хаос не было у нас то есть каждый сам себе руководил и я решая вопросы моего мужа который покинул то есть бежал в израиль чтобы спастись от бандитов мне приходилось заканчивать его дела там в киеве тоже обязательно перед тем как я шла на стрелку я должна была хлопнуть полстакана водки это как минимум чтобы войти с ноги и решать какие-то вопросы и я думала что мне это на самом деле помогает я видела что мне это помогает как-то и ух если трени все перепугались вдруг и конечно без алкоголя я уже перестала контролировать свою жизнь перестала контролировать то есть я не была смелой и храброй и решительной женщиной без алкоголя на самом деле как говорится выпить дорогу для храбрости это абсолютно как говорится затуманенные слова потому что это не выпить для храбрости это оголить себя и как бы то есть это никак не для храбрости это полный обман потому что человек по природе это естественно бояться естественно оберегаться и не зря говорят пьяного моря по колено вот точно также было и мне в принципе я могла вести машину выпив и абсолютно я сейчас вспоминаю как это как это я смело еду и дети со мной в машине я абсолютно не такая вот смело и храбро на самом деле оглядываясь назад это полное оголение то есть я подвергалась себя от своих детей опасности хотя на эти стрелки я тоже подвергала себя идите себя опасности потому что нормальный умный человек не пойдет в это логово лезвый меня могли грохнуть и там же сугробе где-то закопать если что ладно теперь по поводу когда я приехала в израиль так сложилось что мой муж здесь и не справился с и вернулся обратно через какое-то время мне пришлось с моими двумя дочками здесь продолжите в израиле продолжайте жить уже как бы без поддержки мужского плеча это тоже отложил свой отпечаток то есть конечно без алкоголя я не смогла тащить своих двух взрослых девчонок чужой стране и через некоторое время я вышла второй раз замуж в принципе у нас все было хорошо но мой муж не пил и первый тоже не пил как бы умеренно люди выпивали но я замечала что моему мужу вмешается вмешает что я выпиваю и я делала вид что я как будто до его прихода с работы я уже могла выпить две бутылки видно и делая вид что я абсолютно трезвая то есть это было ему все видно и к вечеру я совсем не не помнила что со мной происходило утром я мне было стыдно и я извинялась потому что я не помню что было как было и всегда давала обещание что это будет последний раз точно так же было с моими взрослыми детьми когда они уже выросли я помню даже бритмила мои старшие внучки люди интеллигентные все это как раз большинство людей моего зятя пришли поздравить нас это было в уляме там и я как бабушка я уже к вечеру праздника уже была такая как надо еле держалась на ногах еле у меня языку что-то могла связать или вообще ничего не могла связать короче на утро я опять ничего не помнила мне было очень стыдно перед своим дятем перед моими дочками я писала расписки своей дочке что все вот я клянусь я то есть насколько коварный этот вот алкоголь мы меняем просто это полностью поддаемся под его воли и всегда я думаю что я всегда могу остановиться для меня это будет не проблема что вот если я захочу я всегда перестану сама себе я тоже давала слова но это невозможно невозможно потом значит я пробовала кодироваться по методу довженко не знаю потом я пробовала разные способы иглоукалывание какие-то там потом доктор стегаль какой-то тут известный проглотила какую-то капсулу волшебную дорогую по новой технологии и собственно меня это капсула одно время останавливала под действием страха то есть но на самом деле моя трезвость не была и счастливая и полноценная мне от такой трезвости жить не хотелось абсолютно и в принципе я так смогла прожить и пять месяцев в этой трезвости но мой муж разбился на мату цикле и я думала что я хочу умереть и я уйду вместе с ним и попыталась напиться знаю что у меня есть это капсула я думала что я уже не проснуть но получилось так что опа а я тут я утром открыла глаза я дышу я живу и здесь у меня получилось что я уже тогда поняла что значит это так нужно может быть и слава богу что эта таблетка это капсула оказалась фальшивой и слава богу что так все произошло значит надо чтобы я была на этом свете чтобы я жила чтобы я могла своим примером донести людям которые выздоравливают вместе со мной как я пришла в группу анонимных алкоголиков вот когда я значит очнулась и получилось что я живая мне пришлось заполнять свое одиночество так как я осталась сама у меня взрослые дети у них семьи свои я живу сама по себе со своей собакой я начала потихонечку каждый день выпивать перед вот тут дома вечером вот как говорится напиться забыться и усну и это повторялось каждый день и я выключала телефон чтобы мои дочери не знали в каком я состоянии а даже если насколько это все хитро даже если они не дозванивались я не выключала телефон я утром не не знала о чем я с ними говорила но перед тем как перезвонить им я прослушивала записи что я вчера с ними о чем говорила и вот это слушать вот эти свои пьяные базары и что и по десять раз одной тоже повторяю получаю и я чувствую что со мной дети не спорят то есть но как бы мама ты устала поговорим завтра и я утром прослушиваю это все и не самой стыдно какой вот бред я несла и и все и почему я это делала прослушивала эти разговоры перед тем как позвонить и спросить у дочки одной и второй как дела типа вот я вчера я помню что я что-то там с тобой спорила лишь помню что мы о чем-то говорили потому что я прослушала уже свои разговоры о чем была речь вот она где хитрость и обман тоже и и однажды я почувствовала что в одно утро проснувшись опять-таки не знаю две-три бутылки я уже не рассказываю что там со мной происходило на марине и как я себя вела у меня там сплошные бары и рестораны яхты эти и я в таком состоянии я же себя со стороны не вижу насколько мне кажется иду я такая вся в донте габбана вот и вся такая никакая и пьяная и и просто грош цена мне было наверное насколько я так себя чувствую вот однажды проснувшись после очередного такого веселья две-три бутылки выпивший причем да мне это такая же история как и у всех принципе мне под конец не нужна была компания мне никто не нужен у меня компания был мой алкоголь все я отключена от всего мира я сама себе с бутылками до утра однажды утром я проснулась и я почувствовала что мне так плохо что мне так плохо что мне чувствую блин я сдохну здесь вот сдохну и завоняюсь тут вот как и и кто мне поможет и как это позорно я мать двоих взрослых детей я бабушка троих внуков сдохла от алкоголя как это стыдно в этом даже вот мне стало стыдно про себя такую бы услышать с той стороны вот и я отчаянно начала искать выход я написала в фейсбуке есть там такой совет другу написала как помочь человеку ну спастись от алкоголя и мне пошли разные комментарии алкоголики не такие неблагодарные не убери за него там то сё или за неё они пока сам не захочет толку никакого не будет зря будешь терять время то есть комментарии были разные ну лишь так для себя в принципе искала и один парень из хайфы откликнулся он написал не еди на группу анонимных алкоголиков я прочитала кто такие анонимные алкоголики мне казалось что это на самом деле вот группа людей таких вот наивных доверчивых неудачных алкоголиков которые вот это собираются и страдают вместе не по одиночке вместе и даже я думала что раз они анонимные значит они бы шушу собираются в тихорясь и пухают сами себе анонимно судя по вот анонимные алкоголики анонимно тишине чтоб никто не знал как я когда-то прятала эти бутылки тихо анонимно и таким образом я вот попала в сообщество в нашу дорогую группу моя домашняя группа в батьяне я обожаю всех своих ребят я с ними я чувствую как мне легко вот я сейчас говорю у меня мурашки пошли по коже и как моя спонсорша говорила верит намоленное место то есть батьями вот почему живые группы насколько они есть от них такая вот энергия насколько это я не могу вот я сейчас даже расплатить потому что вот сейчас за время коронавируса вот мы все были в карантине закрытые это конечно не то не то двуми это тоже хорошо и слава богу слава богу что вот мы еще до коронавируса все вместе были мы получили как бы получили первую ну вот есть у нас уже инструменты как спасаться и многие конечно пережили одиночество во время короны и как всем было трудно но вот с божьей помощью с помощью нашей группы с помощью наших инструментов что у нас есть я точно знаю что я был уже не выжила я бы не перенесла эту этот период который у нас был потому что я бы точно уже с вами здесь не находилась и не было это только вот с божьей помощью с вами мои дорогие друзья и бог конечно я его почувствовал я не была настолько вот да я я помню что в трудные моменты я обращалась к богу и просила чтобы он избавил меня чтобы я не хотела выпивать и и очень просила бога и скорее всего он меня услышал однажды поэтому и потихонечку маленькими шажочками не спеша с чувством с током с расстановкой некоторые шагают очень быстро я шагаю потихоньку очень очень благодарна бог мне послал очень хорошего спонсора мою дорогую наставницу она моложе меня она по возрасту моих дочек но у нас есть такая друг обмен энергиями настолько вот мы чувствуем друг друга и я не хочу ни в коем случае и и подводить потому что я знаю что это ей надо для выздоровления точно так как и мне надо для выздоровления быть с ней в контакте ну вот примерно что еще хотела рассказать сейчас у меня как я сказала у меня сегодня 7 дней и 11 месяцев трезвости у меня на самом деле надо вся контакт с моими дочками я чувствую себя женщиной по-настоящему мне не стыдно и я несу себя как по-настоящему женственная я смелая без алкоголя если мне нужно я училась разговаривать правильно с людьми это же быть им полезной очень много дает программа просто необъяснимо я совсем другой человек я на самом деле просто еще хотел сказать смотрите вот допустим мой психолог да вот ты пошел психологу часто ты с ним позанимался у тебя выслушал он там как-то тебя где-то направил но через час захлопнулась за тобой дверь и ты остаешься опять один на один здесь у нас в группе 24 часа поддержка любой откликнется любой позвонит или я кого-то тоже выслушаю то есть и мы все все вот вместе в одной лодке как говорится мы друг друга поддерживаем и вот это вот сила настоящая божья сила и чудо это все что хотела рассказать с богом друзья спасибо спасибо большое наташа и следующий у нас рома из украины из павлограда рома я прошу тебя подождать буквально полминуты мы переключимся на звук другой всем привет рома алкоголик слышно нормально отлично трезвый 9 месяцев 25 дней после срыва вот в общем как я стал алкашом начал я становиться алкашом лет 16 по моему пошел в училище по пивку начали баловать вот ну и потихоньку понеслась устроился потом на работу там подбухивать начал и кстати я считал это круто бухануть на работе со взрослыми мужиками вот мне всегда нравилось бухать со взрослыми мужиками мне с ровесниками никогда не нравилось мне казалось что все они тупоголовые а я что умный вот а взрослые мужики они что все о жизни знают ну и с ними заквасить ну вообще классно ну и в общем я в эту басню верил до 29 лет по моему за взрослыми мужиками ну только там уже похмелье появилось сечка в башке ну и чудеса там свои естественно что там творил по пьяни вот и первое мое рабочее место это завод токарный станок куча гордости классное начальство бухари мужики ну в общем вообще моя мечта я работал и работал пока не уволился три года по моему отработал и куча амбиций у меня была гордыня зашкаливала вот всем что-то постоянно доказывал и постоянно была потребность кому-то что-то доказать это но это было надо вот мне прям это было надо и не важно что вообще не важно что любая тема на которую со мной начинают общаться я постоянно оставил их как я знаю что я не прав но у меня вот потребность такая поспорить что-то убедить что я прав вот потом уволился потом пошел на фирму там работал дальше все тоже самое бухал со взрослыми мужиками постоянно что-то кому-то доказывал и повторилось то же самое что и на первой работе уволился вот я еще пока сам увольнялся вот пока такие праздники были а потом уже меня начали увольнять то есть потом в другое место меня уволили в третье-пятое уволили и в общем я решил что украина это отстой тут все дебилы и макнулся в другую страну ну и макнулся в другую страну и все и ничего и хорошо устроился на работе заслужил вложения вот по своей профессии как специалист начали меня ценить и потом я расслабился и думаю ну так как все хорошо можно начинать пухать а все хорошо это в течение полугода по-моему все наладилось ну и понеслась первый запой второй третий то заболел то зуб болит то где-то чешется то в больницу то еще куда-то ну в общем все стандартно стандартная отмазка ничего нового потом уже начальству звоню говорю я там чего-то там уже не слушали уже что у тебя там случилось что-то случилось ну ладно сиди дома все уже все понимали что я в запой не хреново ну и в общем и там я выпендривался и родственникам заврался и ректорам заврался на работе и заврался 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 в общем сказали мне парень есть в Украину ты нам надоел вернулся в Украину полное нища такое в голове мама говорит давай кодироваться давай кодироваться в общем закодировался ну так закодировался трезвый достал все дебилы вокруг ну по-прежнему так в моих почти осталось вот забрали буклишко в общем там суть кодировки была раз в месяц приехал к доктору тебе сделали укол и в общем ты трезвый до следующего укола ну вот такая в общем стука магическая ну хватило мне на 4 укола потом думаю попробую я венца и попробовал и ничего так зашло нормально сказал врач шарлатан и дальше бухать вот работал я уже на заводе обратно же получил там уважение как специалист вот всем понравилось как я делаю как я подхожу к своей ну к своей специальности к своему делу доказывать уже как-то чуть так попустило кому-то что-то ну все равно продолжал такое а как это сказать оно не днище а вот перед днищем такое у меня было состояние такое истощение изнеможения ха-ха-ха когда я понимаю что ну я алкаш ё-моё я алкаш и блин либо сдохнуть либо фиг знает а я еще это попытки суицидальные у меня были но они так были они не были на решении что да реально все хорошо жить надо помереть нет конечно я же алкаш какой помереть это с девчонкой жил я говорю я сейчас повешусь нахрен вот а если ты там чего-то там я уже не помню что я там тряс пьяный вот и все и в общем начал там петлю себе крутить короче такой цирк был жесть просто я думал она там расплачется скажет как я тебя люблю а нифигашеньки послала нахрен 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 ну надо ты дурак что ты тебя ждать вот а и еще я ездил к деду в общем дед колдул там и там колдовал чего-то мне в общем не получилось наколдовать дальше бухал ну короче ну такая фигня была постоянно на протяжении ну сколько там десять лет да где-то взять где я уже конкретно похмелялся где я уже в запоях стабильных так денька по четыре в больницу вообще ходил как в магазин справки покупал уже прихожу заболел а что болит ну давай вот тут будет болеть ну давай все дают справку вот уже руководство все понимало что я их покупаю там ну а я говорю так докажи что покупаю не докажу знаешь что заболел вот и вот такой эргоизм постоянный постоянно вот выставлял всех дураками ну это я так считал вот на самом деле это сам себя дураком выставлял вот в общем нищие вот конкретно я словил на работе ну а вообще сколько вот работаю я всегда горю свою работу мне всегда нравится то что я делаю мне нравится металлообработка мне нравится вот это все вот я живу этим нравится учить что-то новое понимать разбираться это вот когда духал больше было хочу быть профессионалом да хочу знать ответы на любой вопрос но всегда присутствовала лень что-то учить и получилось получалось то что наполовину знаю половину сам додумал вот вот так вот всегда получалось в основном и вот уже после для меня это настолько больно вот именно с работы мне на родственников срать мне пофиг было вообще ну для меня это уже привычно было я алкаш вы возле меня бегаете ну и все мне классно то есть все знают что я алкаш и ладно а тут уже другие люди тут работают для меня другая жизнь вообще вот как блин что-то ценное и вот вот это ценное забирают то есть увольняют меня и для меня это всегда было жестко жестко прям по по башке било и вот это вот днище наступило начальник сказал все парень давай прощаться ну ты уже запарил а я что-то так блин прям к этой работе прицепился мне нравилось все и вот я ему говорю давай я поеду в реп-центр вот ну я готов на этот шаг поехать в реп-центр вам же я не понимал вообще что делать кодировался ну дет колдун вообще ничего не помогает все все грустно ну пока я в реп-центр там в районе месяца был 24 по моему дня но я конкретно со своим желанием приехал действительно ну вот я приехал давайте мне чего-то там я ну не понимаю покажите мне как жить без пупа и все начали рассказывать я начал слушать слушать и молчать не умничать не перечить не раздувать какие-то качели вот эти просто сидел слушать целыми днями идти в кружке целыми днями что-то рассказывать сидел конспектировал писал делал все чего не скажут надо там какое-то сочинение написать сижу пишу вот вот там я понял для чего я там ну вот это вот и после реп-центра мне там рекомендовали постоянно рекомендовали идти к анонимным алкоголикам и пошел к анонимным алкоголикам приехал я домой вот познакомился с хлопцем и начал мы с ним начали проводить собрание вдвоем у нас в городе нету группы ну не было вот и в общем пошло пошло и группа потихоньку начала ну появляться вот скайп-группы после реп-центра кстати сразу на скайп-группы прям сразу-сразу и постоянно каждый день на скайп-группы заходил и вот блин прям поддержка какая-то а так-то еще когда квасил я то думал что там ну анонимные я то слышал про анонимность алкоголиков ну слышать да как у меня я говорил половину узнал а половину сам бы думал ну и тут так же самое ну это вообще я думал бомжи какие-то сидят и что-то там хнычут друг другу ну у меня такое представление было а я ж весь умный сильно вот и как это я пойду к этим ребятам но потом мои представления изменились вот скайп-группы потом уже живая группа в другой город кстати в другой город я ездил на первый раз на вот прям живую большую группу и мне там вообще не понравилось ну вообще жестко не понравилось а не понравилось то что сидит человек высказывается а там пакетиками начинают шуршать там чаи разливать там дай мне сахару дай мне того чьякать там что-то трандить начинают думаю блин да как так вообще блин чувак рассказывает а ты чьякаешь сидишь пряники свои ну сиди дома ну такая фигня у меня как постоянно была блин мне так хотелось взять чайник кому-то в пашку кинуть просто вот я считал что они друг друга не уважают а потом я закажу группы иду на шутку ну и до меня доходит что блин мне надо еще разок в эту группу съездить ну чисто вот хачнуть свое смирение ну до меня по дороге начинает доходить блин ну если у них так но они к этому привыкли то есть у них так принято потом чем дальше иду тем дольше доходит ну и начинаю разбирать свои башки блин так у них выделен час вот они и чьякают сидят свои пряники в эту чашу положиться и собрание и чаю попить и и все на свете вот и второй раз приехал туда и прям так ну вот с легкостью просидел там и повысказывался и все понравилось и вот принял все это то есть то есть вот меня ну программа вот научила вот этому смирению вот это очень важно вообще для меня что не все будет так как мне хочется и далеко не все будет так как мне хочется то есть как оно есть так это и надо принимать ну не надо там себе ничего фантазировать и выдумывать что я тут центр вселенной и все должны делать там по моему щелчку то что у меня в башке и еще при том сами должны догадаться что у меня там в башке вот о своем поведении 就是 программа это прям да блин да все тала программа что я все агсолюнно тала программу вот что сейчас есть да кто-то тезвый тала программа тез diz тиво тиво потому что эгоизм спустила тезвый 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 Усложнять, вот мне я же постоянно, что алтаж-то, профессионал, постоянно все усложнял, в ненородном месте, да, сделал себе задницу, потом думаю, как с этой задницы вылезть, потом, ну, возможно, что-то там вылезу, либо еще задействуется в этом куча людей, и потом я чувствую себя героем. Ну, то есть, короче, я по факту, нифига, сделал жопу, как-то может вылезть и чувствую себя героем, то есть, ну, такая фигня, постоянно какие-то усложнения происходили, а вот сейчас этого вроде нету, или я не замечаю, ну, вроде нету, но вот устраивает, вот как есть, оно устраивает, и реально начал в работе вот изучать все до конца. Вот есть вопрос, и я его изучаю до конца, и мне понравился весь этот процесс, не как всегда, половину услышал, половину задумал, а именно вот, а да я раз и выучил, блин, это кайф, ну, реально это кайф. И это меня научило, в принципе, все дела свои делать от начала до конца, вот. Повторюсь, я на работе помешал, ну, это и у меня вот там как отдельная жизнь, что ли, какая-то, вот я кайфую жестко от того, что делаю, немоверно просто. И вот этому всему, вот, это все программа научила, это спонсор, работа по шагам, программа, сообщество, и вот все-все-все вот это, и делает меня трезвым сегодня, то есть, дает мне понимание, что вокруг меня происходит. Вот, дает мне принятие вот этого окружения. Что ж все тут творят-то вокруг, да блин, да пусть что хотят, то и творят-то, правильно? Ну, это как у каждого свои дела, и каждый делает то, что он хочет делать. Вот, вот, вот это меня научило понимать программу. Так, что, 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 что еще мне на рассказывать? Я уже не знаю, что рассказывать. Ну, то есть, не говоря, только программе, ну, только, только, вот, вам, только сообществу, только программе, только спонсору, только вот это и вот. Вот, вот этого всего, меня окружающего. Сам бы, ну, нифига, ты тогда стал быть трезвым, и что-то я даже в этом уверен. Насчет Бога, вот, что я хотел сказать, я вот прям сидел-сидел, мне тяжело с высшей силой. Я не скажу, ну, было вообще жесть как тяжело. А сейчас, я не скажу, что прям легко, ну, и не так тяжело. То есть, принять вот это вот, высшая сила. Я не делаю качественно, да, вот так положено, 10-11 шаг. Там утром встал, помолился. В последнее время уже более, это чаще стало. Периодами, вот, когда вот прям все, высшая сила есть, я в высшей силе припоручил сам себя. И, в общем, вокруг меня высшая сила. И я встал, помолился, вечером помолился, там, проанализировал себя. Потом этот период прошел, раз, все, забыл про высшую силу, что она есть. Встал, поработал, лег спать, поработал. И вот это вот, потом обратно этот период. Когда вот начинает какая-то задница, вот, когда вот эта усталость у меня, наверное, когда нагрузку я большую на себя беру, вот, именно в рабочих моментах, когда вот есть истощение, вот тогда я начинаю вспоминать, блин, есть высшая сила. И тогда начинаю молиться. И тогда, блин, вижу, как это работает. И вот только в этих моментах, когда меня доходит, чтобы, блин, чувак, ну, это все работает. Ну, просто это делать. Вот. И вот начинаю это делать. Потом в определенный момент это забываю через какой-то период. Обратно, когда все ровно, когда ипория, когда это. Потом обратно начинается перегруз у меня внутри, начинается вот какое-то чувство тревоги. Вот бывает даже если я перегруза, вот чувство тревоги. И тогда я вспоминаю о высшей силе. Вот она, высшая сила. И, блин, начинают молитвы, начинают с утра, вечером, анализ. Вот вот эти периоды. Чем дальше, тем больше я осознаю именно то, что Бог есть. То, что это все работает. Как это работает, не фиг знает. Ну, блин, ну, это работает. А всегда я вообще был противником всех вот этих идей. О высшей силе, о Боге, о Библии, о церквях. У меня там такая сечка в башке была. Я в церкви вообще, блин, нафиг. В жизни мне туда не пойду. Вот именно против вот этого всего. Вот. А что еще хотел? Ага, срыв. Вот, срыв, срыв, срыв. Год и два месяца. Был трезвый. Потом, кстати, я пообещал себе после рек-центра, это по рекомендациям, год вообще, в принципе, не заводить отношения вообще. И если я пообещал это, я выполнил это. То есть я год занимался собой, программа, спонсор. Вот прошел, и как-то так само получилось, у меня появились отношения. Правда, встречались мы, по-моему, два месяца. Что-то у меня там таракахи такие завелись. В башке вообще меня так много стало. Человек мне говорит, блин, Роман, тебя дофига. Ты мне там, это, чуть пространство-то дай. А я, да. И дальше, каждый там пять минут звоню, что-то пишу, что-то там фигней страдаю. Ну и в итоге это все закончилось срывом. Что я могу рассказать про срыв? Ни хрена я не могу рассказать про срыв, потому что он произошел очень быстро, непонятно. И вот как-то раз, и срыв. Все. Вот что я, ну, в принципе, могу рассказать про срыв. Я там сидел в дрябухе, короче. Я же поехал в таком дрябуху. Листочек, ручка, консультанты. Я дам анализ, там, блин, такую петицию делал, ну, этот, она не срыва. Потом я, да, всю консультанту зачитываю. Ну, да, говорит, не они так ковырять себя. Ну, так не надо ковырять вообще. Ну, срыв и срыв. То есть ты понял, почему, и я так больше делать не буду. И вот делай вот то, что я тебе говорю. Продолжай делать программу, сообщество. Ну, не долби так себя, не ковыряй. Не надо такой подробный самоанализ. А потом, знаешь, я с психотерапевтом начал общаться. Ты, говорит, чувак, перфекционист. У тебя, ну, кукушка там, чуть-чуть мальца наперекосяк. Потому что ты от себя дофига хочешь. Но, говорит, ты этому не соответствуешь. Ну, она, конечно, не такими словами, мне сказала, как-то, все умными словами, понятно, не так резко, как я это только сейчас сказал. А то уже своими словами я все перефразировал. Вот. Потом я приехал домой, прогуглил, что такое перфекционист. Вот он. Узнал, что это. И начал всякие видосы, лекции, там, посмотреть, как от этого избавиться. Я, получается, начал себя хвалить, тупо. Ну, реально, там. Что бы ни сделал, там, блин. Ты красавчик, вот. Получилось, не получилось. Все равно старался, красавчик. Ну, это я не знаю, зачем я это говорю. Тут уже от программы отошел. Вот. Вот, а вот срыв, это вообще такая штука, да-да-да, непонятная. Как вообще прошло, непонятно. Как случилось, вообще ничего не понятно. Но вот случилось, и все. Приехал в кабак, купил вина, нажрался. Поехал шляться. Приехал домой, половину не помню. Позвонил в реп-центр, руководителю. Я к вам. Тот такой, окей, сейчас мы тебе кровать соберем. Мест нет, но мы тебе кровать соберем. И вот так вот. Хотя до срыва там рассказывали, что-то там, да, про срыв-то. Что-то хотел там понять, как это вообще. Ну, блин, что это. В принципе, можно все предотвратить. Да хрен там, если не заниматься, вот, тем, чем говорят, вот, элементарно. Программа, спонсор, сообщество. Стих там, что можно предотвратить. Нифига не можно предотвратить. Просто надо заниматься. Заниматься программой. Ну, вот это мое видение. Ну, вот, наверное, как-то так. И все. Пока. Больше вообще в голову ничего не лезет, что могу сказать. Ам, Виталий, отключай меня. Всем спасибо. Сегодня трезвый. Благодаря Богу вам. До свидания. Спасибо. Спасибо большое, Рома. Спасибо. И следующая у нас Камила из города Казань. Пожалуйста, Камила, твой микрофон. Включай камеру. Твои 25 минут. Добро пожаловать. Всем привет. Меня слышно? Да. Камила, алкоголик. Всем привет. Извините, что я не дома. Просто на группе служения я вот вышла к вам. Спасибо большое, что позвали. То, что дали возможность проспикерить. Это моя первая спикерская. Ну, почти. Вот. Хотелось бы поделиться своим опытом каким-то. Мне 23 года сейчас трезвости у меня 21 июля, дай Бог, будет год, если Бог даст. И пришла я в программу, получается, мне было 22 года. И, наверное, начну с самого начала, да, как я жила до этого, потому что, как бы, я росла в семье, где был отец алкоголик. Он умер от алкоголизма, и я наблюдала за этим всем, и это было, ну, на самом деле, очень тяжело жить. Мама постоянно, которая была вечно недовольна отцом, то, что он пьет постоянные там скандалы, ссоры, измены, и я вот росла в этом всем. И я была убеждена в том, то, что алкоголь, ну, у меня никогда такого не будет. То есть я относилась резко негативно к алкоголю, но в какой-то момент, я не знаю, как это произошло, в 13 лет я первый раз не пилась, и меня уже откачивало скоро, потому что я была без сознания. И вот так и началось, как бы, мое алкогольное будущее. Вот, и было достаточно как-то сложно в плане того, что алкоголь первое время, он работал. То есть мне приносило веселье, радость, я ощущала себя как-то в своей тарелке всегда, и было классно. Но в какой-то момент он перестал работать, то есть неважно было, пью я, не пью, трезвый я или пьяный, я была вечно недовольна. Вечно я была с плохим настроением, вечно меня кто-то не устраивал все время, меня кто-то обижал, и это продолжалось постоянно. То есть, когда раньше алкоголь спасал меня от этого состояния, он перестал. А я как бы помню уже вот это вот состояние, когда он работал, я все хотела добиться опять этого, но почему-то это не приходило. На тот момент я попробовала наркотики, думала, как бы, раз алкоголь не помогает, я перейду на наркотики, тоже вот мышление, да. И наркотики как-то очень быстро меня убили, на самом деле. И вот в таком состоянии, разбитом, да, во-первых, не удовлетворенной полностью своей жизнью, во-вторых, в физическом плохом состоянии, а я оказалась у меня на алкоголиках. То есть я попросила помощь у человека, который я знала, что он не пьет, достаточно давно, и я вот у него спросила, как я хочу то же самое. Возможно, на тот момент я не понимала о том, что это будет связано там со всей жизнью, да, и то, что мне там полностью нужно будет как-то завязать с алкоголем. Это было так, то, что вот на тот момент было плохо, и помоги мне. Но в то же время я понимала то, что жизнь, которая у меня сейчас, да, она тут как бы, ну, я достаточно молодая была, вот, и я понимала то, что дальше лучше не будет, это сто процентов. А жить очень хотелось, на самом деле, а жить, как жить, я не знала. И вот в таком вот состоянии, в таком вообще, в такой дилемме я пришла к анонимным алкоголикам, то есть он хотел меня отвезти в реп-центр, но в итоге там не получилось было в воскресенье, и в воскресенье мы пошли на группу. Вот, и так я оказалась у анонимных алкоголиков. Первое собрание, если честно, я вообще не помню, о чем говорили люди. Вот, то есть очень часто же, как бы, наше собрание, когда новичок приходит, он посвящен первому шагу, там, новичку, да, это собрание. Я вообще ничего не запомнила, что мне говорили люди. Первое, что меня впечатлило, это о том, как люди честно разговаривают, говорят о себе. Это, ну, для меня просто какие-то немыслимые вещи были, потому что, что такое честность, я, ну, у меня ее не было. И я была поражена на том, что люди рассказывали о себе такие вещи, о которых, ну, другой бы человек старался, наверное, скрыть изо всех сил. И в этом состоянии, как бы, мне не хотелось там ни с кем видеться, ни с кем не общаться. И я вот почувствовала вот эту вот легкость, что ли, какую-то освобождение от своих мыслей, постоянных вот этой агонии именно после собрания. И после этого я начала ходить, то есть на следующий день я пошла и так далее. И были ситуации, связанные с тем, что я приходила, я из Казани, да, у нас, как бы, достаточно много группы хорошо развитых сообществ, я приходила на разные собрания, и бывало такое, то, что я прихожу, как бы, но я, ну, наверное, тогда тоже не выглядела как алкоголик, в общем, у меня там губа была разбита, и мешки под глазами были ужасные, но, в принципе, я выглядела нормально. И очень часто я слышала свою сторону, то, что о том, что, ой, ты такая молодая, зачем тебе это, иди там до пещи сначала, там, дойди до своего дна, там, у тебя не было дна. Вот в это вот все, мне на самом деле очень, так, ну, мне было очень тяжело, на самом деле, возвращаться каждый раз. Возвращалась я только потому, что я понимала то, что, ну, здесь мне помогут. Я верила в то, что эти люди мне смогут помочь. И, как бы, благо были люди, которые мне сказали о том, что, ну, как бы тут не все духовные люди, и, как бы, разные люди встречаются на пути, и, ну, слушай, ну, таких, здравомыслящих людей и себя. Если ты чувствуешь то, что эти люди тебе нужны, оставайся здесь. И вот буквально пару собраний я вообще представляла себе анонимных алкоголиков. Это не как только собрание, да, а именно программа, она заключается в собраниях, да, и, соответственно, нужно делать шаги. То есть без шагов я не воспринимала как полноценную программу, и буквально там на второе, на третье я попадаю на спикерскую, выбираю спонсора и начинаю идти по шагам. И, если честно, вот на тот момент, вот сейчас уже, в настоящем времени, если говорить об этом, я вообще, у меня не было ни первого шага, у меня там не было ни второго, ни третьего, и вообще я как-то, как-то несерьезно, что ли, я относилась к этому всему. Мне хотелось просто побыстрее пройти и получить то, что получают эти люди, и отложить в сторону эту синюю книжку и пойти счастливо и радостно в этом мире, да, потому что, видя, как бы, я видела свою жизнь в своем возрасте, там, достаточно красочную и совершенно в другом месте, не в анонимных алкоголиках. Вот. И я прошла шаги первый раз, да, именно что прошла я, потому что отложила эту книжку в сторону, естественно, я не спонсорила, ничего не делала, но я благодарна вообще своему первому спонсору и вот этим шагам за то, что, как бы, четверка, она мне очень многое раскрыла. То есть всегда, когда я считала, что меня все обижают, и все люди вокруг, там, обстоятельства, какие-то ситуации, трудности, во всем я не виновата, я четко увидела в том, что то, что в моей жизни происходит, это сделано все моими руками. И как-то после четверки, наверное, вот пятый шаг, когда я сдала, у меня какое-то, я не знаю, духовное пробуждение, но я летала. Две-три недели я летала на крыльях, я была настолько вот в эйфории такой, в такой отдаче я находилась, то, что, ну, невероятно. Но, как бы, это не длилось долго, и я в этот момент успела там натворить какой-то фигни, наподобие того, что там у меня был молодой человек, и я тут ему, значит, решила, ну, я же теперь такая очень честная, я там решила ему там все рассказать там о каких-то вещах, которые происходили, и я смотрю, он что-то недовольный, я не понимаю, в чем дело, да, я тут вроде честная такая вся вода, что там это, там рассказываю ему о том, как я ему изменяла, там, где я гуляла, и что я делала, а он говорит, ну, ты дур, что ли, ну, типа, что происходит? И вот так вот эти ситуации было несколько, когда я считала, что я делаю правильно, но какой-то результат был не тот, который я хотела получить от этой честности. И потом как-то я неделю через две-три очнулась от этого состояния, и поняла, ну, что за фигню я творю вообще, зачем я наношу ущерб людям вообще, как бы это вообще несовместимые вещи, то, что я делаю, и как я это все понимала, и что я делаю. Вот, и как бы, ну, я прошла все 12 шагов, и в какой-то момент, ну, то есть собрания, там, люди, у меня появились очень близкие люди в сообществе, да, с кем я по сей день очень хорошо общаюсь и дружу, это, ну, как бы, мой спонсор первый, и еще люди, и перед карантином, наверное, получается, у меня где-то было, наверное, месяца 8 трезвостей, я так думаю, в какой-то момент я не поняла то, что, типа, я не получаю от программы то, что я хочу получить, то есть я там не получаю работу, там, я не получаю деньги, мои отношения там с молодым человеком не налаживаются, не думаю о том, что программа 12 шагов – это от резвости, а не о том, как заработать деньги, там, построить счастливые взаимоотношения и так далее. И тут я принимаю решение о том, что, как бы, ну, то, что для меня, вот, то, что я сейчас имею, это не то, что я хочу, и я начинаю отстраняться от этой программы, и я начинаю отстраняться так, то, что сначала я там перестаю делать единственный шаг, я перестаю уходить на собрания, я ругаюсь со своим спонсором, потому что она видит, что со мной происходит, она говорит, ты сорвешься. И либо ты начинаешь делать все, либо, ну, как бы, ну, это не терапевтические какие-то звонки, чтобы я слушала вот твои, что у тебя происходит по дню, но в то же время говорила, что тебе делать, а ты мне звонишь на следующий день, рассказываешь все то же самое, и не делай, о чем я тебе говорю, и она говорит, мне надоело это слушать, типа, ты либо иди и делай, либо, ну, обращаемся с тобой. И тут я, у меня включается огромное эго, как меня бросили в таком тяжелом положении, как от меня мог отказаться мой спонсор, и вот это все, и, естественно, я с ней ругаюсь, я это и высказываю, и, как бы, мы перестаем общаться, и тут я понимаю то, что я осталась, ну, вот, вообще одна, то есть у меня никого рядом не было, и это все происходило постепенно, наверное, в течение месяца, двух, я еще не понимала того, что со мной происходит, и я считала то, что опять я права во всем, и все люди как-то против меня настроены, хотят только там, чтобы у меня было хуже все, и в какой-то момент я сажусь в машину, то есть до этого на протяжении недели я, наверное, плакаю целыми днями и так далее, но у меня было четкое убеждение того, что если я выпью, на тот момент мне очень хотелось выпить, то есть до этого, когда я начала читать книгу, да, со спонсором, у меня пропало полностью желание что-то употреблять, а это желание, оно вернулось по мере того, что я перестала работать по программе, и я плакала, значит, неделю, вот это вот у меня состояние такое смажало, ну, вообще все там было просто, я сажусь в машину на один день и думаю о том, что, ну, вот я поеду и сейчас и влечу в какую-нибудь стенку, потому что я не могла уже находиться вот в своей голове с этим всем, ну, я не могу больше так, понимая то, что если я выпью, будет только хуже, да, и неизвестно, чем это все закончится, я просто, ну, на страхе я боялась пить, а вот как-то решить этот вопрос по-другому у меня, ну, я опять же не могла, и вот у меня как-то только в стенку врезаться, у меня мысли больше не было, и вот, наверное, только в этот момент я поняла о том, насколько моя жизнь вообще не управляем, то есть первый шаг пришел ко мне в трезвости после восьми месяцев трезвости, то есть, ну, первый шаг же он состоит, первая часть о том, говорится о том, что у нас какой-то физический, да, физический аспект, то есть, ну, и тяга, аллергии, кто как называет, да, а также психический аспект, да, психическая одержимость вот эта вот, когда мы даем обещание, и потом что-то происходит с нами, и вот у меня четко пришла духовный аспект о том, что моя жизнь неуправляемая, и что я сама вообще ничего не могу, я не могу избавиться от этих мыслей, я не могу выстроить нормальные взаимоотношения, я не могу жить трезво, то есть вот это понимание того, что жить в трезвости мне невыносимо, без шагов, это пришло четко, и поэтому, наверное, только поэтому я благодарна этому состоянию, то, что до конца-то вот до меня дошло, вот у нас недавно в ежедневнике была тема про опыт, вчера, по-моему, да, и вот я из тех людей, которые вот мне говорили, да, до этого на протяжении месяца о том, что у тебя будет такое состояние, тебе лучше сейчас начать что-то делать, я не слушала, и вот пока я вот на эти грабли не наступила, и, ну, я не осознала того, что мне действительно нужно что-то делать, и я как просто ребенок, вот который не может управлять своей жизнью, не знаю, что делать, естественно, я побежала к анонимным алкоголикам, как раз был тогда карантин, и я вышла на девушку из Америки, она мне посоветовала девушку из Канады, спонсора, мы с ней созвонились, и я пошла по шагам. Шаги, которые я прохожу сейчас, сейчас я нахожусь, вот четвертый, сегодня последний таблицу записала, на следующей неделе у нас будет пятый шаг, то есть второй раз я делаю пятый шаг, а шаги отличаются между собой, потому что у нас в Казани в основном работают по программе так, как вот из Самары, то есть там, ну, чтение книжки, исправление, и пишется только четвертый и восьмой шаг. Здесь же, опять же, я вообще как-то сначала, у меня в отрицание пошло, когда я услышала о том, как делают программы, вот мой новый спонсор, который мне сказал, и как они делают программы, о том, что не читается книжка, да, там нужно слушать аудиозаписи, и вопросы, на какие нужно отвечать, вот у меня почему-то сразу какое-то руководство АН выходило в голове, да, я думаю, что за прописи будут, и какое-то отрицание было, но у меня было настолько безнадежное состояние, то, что и как-то вера в Бога, да, то, что все люди ко мне приходят не случайно, она была, и я подумала, ну, хуже точно не будет, а попробовать, почему бы и не попробовать, и вот с такими словами я приступила к шагам, и знаете, я убеждена в том, что для меня эти шаги раскрыли намного, ну, еще и другие вещи, которые я не увидела в своих первых шагах, очень раскрылась вот эти вот записи, которые вот там идут, в конце вопроса, да, на которые ты отвечаешь, я увидела в своей жизни вообще, что было вот в употреблении, и как сейчас, и то есть я вроде трезвая, да, а в моей жизни все происходит то же самое, что и происходило в употреблении, я понимаю о том, что, ну, ничего не меняется, то есть я теперь знаю, как себя вести нормально, да, но я не веду себя нормально, то есть я не умею так же разговаривать с людьми, да, не агрессировать, не обижаться, вот это вот все продолжается и по сей день, кроме так, как то, что у меня есть трезвость, в моей жизни ничего не поменялось. И четвертый шаг для меня раскрылся с другой стороны, в том, что сейчас я делаю на десятый и одиннадцатый шаг на ежедневной основе, и теперь в одиннадцатом шаге, вот когда мы вечером встаем по книжке, по, как в книге у нас сегодня написано, по рекомендациям, да, по инструкции, о том, что мы встаем, и вот оцениваем прожитый день, как что происходило, да, и после вот этой вот второй четверки я начала видеть себя в каждом дне, я начала видеть, где я нечестная, где я корыстная, где у меня страхи, что вот, вот эта вот нечестность, эго, я начала вот это вот все видеть. И когда ты вот это вот все проговариваешь, действительно, ну, ты не ведешь себя опять так же. То есть раньше у меня была какая-то стенка о том, что, ну, и я делала одиннадцатый шаг, это что, типа, на 30 секунд я вставала на колени, чтобы так чисто отчитаться. Вот, а после вот того состояния, которое у меня было, да, я, ну, достаточно серьезно подошла к этому, потому что я поняла важность и значимость вообще одиннадцатого шага в моей жизни. И теперь, как бы, я и включила и медитацию о том, чтобы, ну, вот у меня всегда было такое, то, что я говорю, 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 и там прошу Бога что-то, да, какие-то там вещи, что ты ему говорю, какие-то вопросы даю, но я никогда не останавливалась и не слушала о том, что, может, он хочет мне что-то тоже сказать. И вот медитация, первые там, первые разы я, да, минуту не могла сидеть. Ну, а теперь, как бы, время увеличивается, и я прислушиваюсь к тому, что вообще происходит внутри меня, что какие-то внутренний голос, какую-то интуицию, какие-то вдохновения о том, что я прошу каждое утро в одиннадцатом шаге, я теперь стараюсь это слышать, а не, ну, не переть на своем, в своей воле. Десятым шагом у меня как-то, ну, наверное, до сих пор есть проблемы. Проблема в том, что мне не трудно звонить и сливаться, это мое любимое занятие, по-моему, по сей день. Я не могу, вот, когда там идет первое, то, что мы молимся, да, второе, мы делимся с кем-то, третье, возмещаем ущерб, если причинили. И четвертое, вот с четвертым у меня проблема, о том, что нужно выйти из своей головы, да, и помочь, быть кому-то полезным в этом мире. Но мне до сих пор я этого не могу сделать, то есть ни по отношению к близким, ни по отношению... Вот, кстати, к анонимным алкоголикам, да, слава богу, у нас сейчас после карантина нам разрешили ходить в реп-центра, да, нам разрешили проводить живые собрания, и как-то там у меня получается быть полезной, да, то есть я никогда, ну, всегда рассказываю о своем опыте, там, стараюсь помочь, там, в реп-центра хожу, в детоксы, а вот в обычной жизни, да, я... Ну, это типа того, что я встаю на колени и прошу бога, там, боже, дай мне быть кому-нибудь полезной, да, и у меня там заходит мама и говорит, там, ну, помоги мне, там, сходи в магазин, или, там, вынеси мусор, я говорю, ты не видишь, я молюсь. И вот у меня вот это вот происходило всегда. Да, и сейчас я начинаю это видеть и замечать, хотя бы, возможно, я не ищу тех людей, кому я могу быть полезна, но если кто-то меня о чем-то просит, и я, ну, открываю глаза для помощи другим людям. Вот. И еще по поводу личных взаимоотношений, да, я вот перед предыдущего спикера услышала, что-то тоже так вспомнила, а я вообще никогда не умела выстраивать взаимоотношения, то есть я видела взаимоотношения отца и матери, где они там дрались, изменяли и так далее, и понимания здоровых отношений у меня не было вообще. И то есть, соответственно, я ни с кем не могла выстроить нормальные взаимоотношения, и это, наверное, единственная сфера, которая, ну, из которой я очень сильно переживаю. Я, ну, не могу как-то, ну, болезненно, что ли, я отношусь ко всему этому. Когда что-то не получается, вот у меня сразу все там, все вылезает из меня. И сейчас пришло понимание того, что я, ну, если я не могу это сделать, да, ну, мы же просим Бога о том, чтобы Он нам помог, там, оставаться трезвыми. Если Бог решил нашу проблему, вот, именно мою трезвость, да, у меня трезвость, да, почему я не могу попросить Его о каких-то других вещах, да, чтобы Он мне помог решить те вопросы, которые сама я не в состоянии решить. И как-то вот это вот предпоучение, оно, наверное, пришло у меня впервые, вот, благодаря отношениям, то, что я поняла, то, что если я начинаю что-то делать, это всегда только хуже. То есть, и Бога, я попросила о том, что, ну, как бы прикрутил Ему эту сферу, и, ну, вот, как идет, так идет. Ну, сегодня вот так вот, завтра, возможно, будет по-другому. И уже вот появилась какая-то доверие, и вот забота Бога, она чувствуется. И по поводу вот одиннадцатого шага, да, также как-то, ну, для меня это такая достаточно важная тема, на самом деле, стала, в том, что, например, по дню бывает, там, те же с утра прошло, вот, там, полумысла направить в мое верное русло, там, еще, ну, вот эти вот вещи, да, и по дню, например, получается не все так, как мне бы хотелось это видеть, да, возможно, там, какие-то трудности возникают, какие-то проблемы, возможно, я даже могу, там, расстроиться из-за чего-то, да, и мой день вообще пойдет наперекосяк. И вот когда раньше так возникало, я просто вставала, либо вообще не вставала вечером на колени, либо я вставала и говорила, боже, я же тебя просила, почему ты делаешь, ну, не то, что я хочу, да, что хочет мое эго. И у меня была такая обида и злость, то, что вот я к тебе обращаюсь, вот стою на колени, а ты мне вот не даешь, то, что ты, вот, чтобы мой день был хорош. Вот. И я начала отслеживать это, потому что, ну, я понимала то, что это что-то не то, короче, в моей жизни идет. И как-то обида на Бога, она как-то, ну, она в моей голове как-то тяжело воспринималась. Я подумала, может, опять дело во мне, да, может опять взглянуть на себя, на свою сторону. Я начала отслеживать то, что вот те дни, да, когда происходили какие-то ситуации, для меня это было лучшее решение, то, какое у меня было, да. Возможно, оно мне не очень нравилось, возможно, я была с ним не согласна. Но через какое-то время я понимала, что это лучшее, что со мной может быть в тот день, да. И отслеживая это один, два, три, как бы мне надо же сто раз показать, вот, чтобы я увидела, да. И отследив это несколько десятков раз, я поняла то, что, ну, Бог, Он во мне и вокруг меня. И Он работает даже несмотря, когда я отворачиваюсь, отбежаюсь. Он всегда рядом. И на самом деле вот это понимание Бога, концепция Бога, да, как-то все равно я считаю то, что вот этот вот какой-то духовный прогресс, да, процесс, а не прогресс, он, ну, на всю жизнь. То есть, ну, как бы нет предела совершенства, да, нет предела общения с высшей силой. И я понимаю то, что, ну, вот как у меня сейчас, возможно, будет еще лучше. Будет лучше, если я буду делать те вещи, которые предлагает программа анонимных алкоголиков. И придя в программу, я не воспринимала вообще Бога так, как я его воспринимаю сейчас. Я, ну, как-то через религию, у меня, как бы, я татарка, у нас мусульманство, и там очень строгие, на самом деле, каноны, ну, лично для меня они мне казались очень строгими, да, которые либо ты выполняешь, либо тебя наказывают, либо ты там в ад попадаешь, грех у тебя, ты такая греховая, грешная. И вот это вот все. И я не могла воспринимать Бога, он мне казался каким-то, ну, наверное, карачим. И благодаря анонимным алкоголикам, то вот Бог в моем понимании, он раскроет для меня совершенно другой мир, совершенно другого Бога, на которого я могу положиться, который может заботиться обо мне. и если, как бы, я что-то делаю не так, возможно, как бы, ну, он со мной все равно рядом. И как-то вот это вот понимание, благодаря именно программе анонимных алкоголиков, оно пришло. И еще хотелось бы сказать о том, что сейчас, вот на данный момент, да, в моей жизни очень часто возникают какие-то сложности, проблемы. Ну, они, возможно, незначительные, да, значительных очень давно уже не было. Незначительные, но вот принятие всего того, что происходит, да, и благодаря анонимным алкоголикам я научилась воспринимать это все вот как опыт и как, ну, то, что так не будет всегда. И я научилась проживать это без алкоголя, без каких-то других веществ. Я научилась проживать это как-то, ну, достойно, что ли. И как-то нет никаких таких проблем, которые невозможно решить. И вот Бог дает нам вещи только, ну, по силам. И это действительно так. И в свое время, и как бы, раньше, возможно, я считала, что в 22 года я тут лишний, лишний на этом празднике жизни, да, сейчас я так не считаю, потому что, возможно, я видела свою жизнь по-другому, но я там, где мне нужно быть. И все-таки я считаю то, что к анонимным алкоголикам, ну, просто так люди не заглядывают. Вот. И понимание, вот, мне очень нравится, я слушала недавно Крис Драма, спикерскую, да, и он рассказывал одну историю, а у меня по времени сколько еще есть? Три минуты. Три минуты, отлично, как раз на историю. Криса Драма, я слушала историю как раз о том, что он рассказывал о семье, которая жила очень бедно в Америке, и они решили переехать, ну, в другое место, по-моему, в Калифорнию куда-то. И они собирали последние деньги на эти билеты, на этот теплоход, чтобы добраться до туда и как бы начать жизнь там. И вот они купили этот билет и садятся на этот пароход, папа, мама и дочка. И вот они там ехать, неделю, наверное, плыть. И все это время они едят багеты. И то есть, а дочка маленькая, она встает как-то один день, говорит, я устала есть эти багеты, я устала и так питаться. И у папы был последний доллар, и он дает ей, говорит, ну, сходи, купи мороженое себе. И дочка уходит, и ее нет час, родители уже начали волноваться о том, что где она, куда она пропала. И тут она приходит, вся такая смазанная в этом мороженом, там в другой еде, такая сытая, счастливая, улыбающаяся. И отец, сразу ты украл где-то эту еду, откуда ты это все взяла. И вот, а дочка такая останавливается, сутка говорит, оказывается, в наш билет все включено. Мы можем кушать не багеты, а все остальное. И вот у меня ассоциация программы именно с этим, то, что здесь все включено. Кроме того, что мы получаем, самое главное, это жить с трезвостью, счастливыми, радостными, свободными, так мы еще при этом имеем возможность выстроить совершенно новую жизнь, дать себе шанс на счастливую жизнь во всех сферах жизни, все наладить, с отношением с людьми, со всем. И это на самом деле, ну, вообще бесценно. И я благодарна анонимным алкоголикам, я благодарна программе, то, что она существует. Благодаря Богу, всем вам, я сегодня чисто и трезвое спасибо, что послушали меня. Спасибо, спасибо большое. Друзья, наше собрание подошло к концу, я хочу напомнить вам, 12-я традиция, 12-я традиция гласит, что анонимно духовно основа всех наших традиций, все, что ты увидел и услышал, здесь должно остаться здесь. И седьмая традиция гласит, каждой группе АСКИ, это полностью операция на собственные силы, отказывается в помощь людей. Мы просим вас пожертвовать по возможностям для обеспечения расходов группы. В зуме, в чате для наших ребят из Израиля тоже есть ссылка, к сожалению, когда сеть у вас нету возможностей. Седьмой традиции. И пейте на своей группе. Объявление, друзья, на следующей неделе, это группа, на которой мы находимся, живая группа, группа Надежда. Мы празднуем 12 лет этой группе, и у нас будет тут маленький такой праздник. Будет приглашенный спикер Саша Аче из Гавайи, Соединенных Штатов, 26 лет трезвый. Будет спикерская его на тему 3 завета. Всех добро пожаловать, кто может вживую, всех добро пожаловать, кто не может, кто в зуме, тоже, естественно, будет это наша спикерская. Друзья, давайте еще раз поблагодарим наших спикеров. Спасибо. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение высказанное, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...